МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подозревают, что был поджог. Попробовали своими силами, но тоже пожарные вызвали. Пока пожарные приехали, уже полный рост. Сараи горели сегодня на улице Рахимова. Украл, выпил в тюрьму. Подозреваемого в хищении и употреблении бутылки спиртного задержали в Казани. Что ему может грозить? Это и не только прямо сейчас. Три автомобиля столкнулись минувшим вечером на улице Михаила Миля. Дорогу там не поделили Газели, два автомобиля Хюндай. Авария произошла по принципу домино. По предварительной версии, иномарка остановилась перед стоп-линией. Те, кто ехал сзади, такого беспрекословного соблюдения правил дорожного движения совсем не ждали. О последствиях расскажет Альбина Минебаева. Три машины столкнулись прямо перед рельсами, согласно правилам дорожного движения. Прежде чем их пересечь, каждый водитель обязан остановиться. Об этом гласит знак, установленный перед путями. По предварительной версии, водитель Хюндай нажал на педаль тормоза. Едущий следом шофер автомобиля той же марки также успел остановиться. Третьему автомобилисту этого сделать не удалось. Вступление. Опрос переступления. Ну, видимо, да, он человек. Тут никогда не останавливались. Водитель «Газели» уверяет, что ехал на скорости около 50 км в час. Мужчина не ожидал остановки других автомобилей и поэтому нажал на педаль тормоза лишь в самый последний момент. В результате аварии «Газель» получила минимальное повреждение, чего не скажешь об иномарках, которым досталось по полной. Ты у вас не постаровал? Все нормально? Да. Скоро не вызывали? Сейчас вероятному виновнику аварии остается надеяться, что страховка покроет ремонт всех автомобилей. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Адель Малахметов. Вызов 112. Умножил свои проблемы. Водитель с признаками алкогольного опьянения устроил переполох, минувший ночью на улице Державина. Сначала мужчина, по рассказам очевидцев, задел чужой автомобиль. А когда его попытались остановить, протаранил забор и обрушил столб. С места инцидента репортаж Айрата Назипова. По рассказам очевидцев, водитель Киа Рива задел припаркованный автомобиль в Шеврале, после чего попытался скрыться. Люди, ставшие очевидцем этого события, стали его останавливать. Один из них даже сел к нему в машину. Но, вероятно, виновник аварий пообщался вперед вместе со случайным пассажиром. Почуяв, что от мужчины исходил запах алкоголя, пассажир стал уговаривать водителя Киа остановиться. На полпути к выезду из двора мужчина, сидевший за рулем, развернулся и поехал назад. Только на одном из поворотов он не справился с управлением. Вылетел с дороги и снес забор вместе со столбом. Пассажир все это время находился в салоне иномарки. А вы как там с ним дрались? Нет, я его не снял. Чего говорю, потому что ездишь, короче, плохо живет, в последствии будет что-то. Я жду, ну, порно, он, 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 все, полиция, значит. Такое, значит, с ним вредность в этот момент? Да. Не порадали с ним? Да, не порадали. К моменту приезда автоинспектора в хозяин задятого Шевроле покинул место происшествия. Судя по всему, автомобиль не получил значительных повреждений. В водителе ЖК ехать было уже некуда, да и не на чем. Иномарка, скорее всего, была уже не на ходу. А состояние водителя оставляло желать лучшего. Согласны против освещения с прибором алкотектора на состояние объединения? Да нет, не будете. Это учреждение поедете ли свидетельствами? Чуть-чуть. В больнице будет проходить свидетельство? Нет. Отказывается проходить свидетельство, правильно? Конечно. Избежал теста, но не избежал ответственности. Теперь мужчина рискует остаться без водительских прав сроком от полутора до двух лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Айрат Назип, Фадель Малахметов, вызов 112. Четыре сарая сгорели сегодня днем на улице Рахимова в поселке Левченко. Столб черного густого дыма был виден издалека. Очевидцы и владельцы сгоревших конструкций предположили, это был поджог. Пожарные ликвидировали открытый огонь, никто не пострадал. Однако, все могло закончиться весьма плачевно. Почему, узнавала Нафиса Минязова. Не знаю, поджог или что, вы заметили, дым шел. 12 часов дня. Увидев густой черный дым оттуда, где находились их сарай, жители ближайших домов подбежали к месту возгорания. Очевидцы предположили, что это мог быть поджог. Такое, говорят, в этих постройках случается нередко. Выбежали его с производства, хозяин. Попробовали своими силами. Ну, тоже пожарный вызвали. Вот, пока пожарный приехал, уже полный рост ветер. Изначально жители пытались своими силами потушить пожар. Ничего не вышло. Огонь стал только разрастаться. Вызвали пожарных. До приезда огнеборцев пламя охватило уже 4 сарая. Спасатели с огнем справились быстро. Общая площадь горения составила порядка 20 квадратных метров. Однако жителей больше всего волновало даже не то, что огонь может перекинуться на жилые дома или на находящуюся рядом производственную организацию. Их беспокоили громкие хлопки, исходящие из сгоревших конструкций. По самым очевидцам, с места происшествия были слышны сильные хлопки. По предварительной версии, в одном из сараев находился газовый баллон. И если бы он взорвался, последствия пожара могли бы быть еще страшнее. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако карета скорой помощи все же дежурила на месте происшествия. Нафиса Минязова, Константин Буршуев. Вызов 112. Незаконный бизнес на иностранцах. Три человека, две женщины и мужчины обвиняются в обмане желающих трудиться в России граждан ближнего зарубежья. По версии следствия, они обманули 10 человек, более чем на 500 тысяч рублей. Приезжим предлагали быстро и без проблем оформить все необходимые для пребывания и работы документы. Но последние, как выяснилось, были поддельными. Сегодня в Приволжском суде Казани был допрос обвиняемых. Из зала суда Анны Городного. У меня здоровье, сердце плохо. Довольно мне. Одна из подсудимых, Манижайра Алиева, перед тем, как давать показания, начала жаловаться на свое здоровье. Сегодня она то путалась в показаниях, то уверяла, что ничего в уголовном деле не подписывала. Заявила, что потерпевших и в глаза не видела. Однако при расследовании дела говорила совсем иное. То есть в ваших слов все было написано, правильно? Да. Круто подписались? Да. Так вы говорите, что на Городного приходил урок. По версии следствия, две женщины и мужчина, гражданка Таджикистана и двое казанцев, предварительно сговорившись путем обмана, похитили крупные суммы у иностранных граждан. В последнем обещали быстро и без проблем оформить документы на пребывание в России и разрешение на работу. Деньги брали вперед от 25 до 160 тысяч рублей. На их предложение откликнулись 10 человек. Общий ущерб более 500 тысяч рублей. Все происходило с мая по ноябрь 2015 года. До суда кто-то из них свою вину отрицал, а кто-то признал полностью. Хотя изначально они и отказывались о своей причастности к мошенничеству. Женщина рассказала, что деньги 25 тысяч рублей у одного из потерпевших брала и вину свою в этом признала. Говорит с потерпевшим, поддерживает связь и обещала ему все вернуть. Сейчас она без работы, стоит на бирже труда и воспитывает несовершеннолетнюю дочь. А вот Дмитрий Захаров, тот, кому инкриминируется 8 эпизодов мошенничества и один случай организации незаконного пребывания в России иностранных граждан, вину полностью признавать не спешил. Говорит, мошенничеством не занимался, а лишь ставил печати на поддельные документы. Из-за них потом у потерпевших были проблемы при выезде из страны. Вину в отношении Мухтова вы с вами признаете? Нет. Я себя взял из Мухов. Я частично признаю то, что делали подделки. Но я не обманывал, что вы взяли 50 тысяч рублей, если не признаете. Я его вообще не видел. Эти эпизоды были выявлены уже после того, как подозреваемых в минувшем году один раз уже приговорили за те же самые деяния. Тогда потерпевшими по делу проходили трое иностранцев, и ущерб был меньше 100 тысяч рублей. 75 из них подсудимые возместили. Ранее 3 октября 2017 года приговором Приволжского районного суда города Казани данные лица были осуждены к лишению свободы от 2,5 до 3 лет. Сегодня прокурор просил назначить обвиняемым наказание также в виде лишения свободы Дмитрию Захарову 3 года и 6 месяцев реального срока. Юлия Прокофьевой и Манежея Ралиевой по 2 года условно. Судья на этом объявил перерыв в слушании дела до начала августа. Тогда и будет вынесен вердикт. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Пришел в магазин на улице Карбышева, схватил бутылку крепкого спиртного и убежал, так и не заплатив. Подозреваемого в этом 30-летнему мужчину задержали, но похищенного при нем уже не было. Спиртной он успел выпить. Нафиса Минязова о возможной альтернативной расплате за напиток. Мужчина украл бутылку водки прямо из этого магазина по улице Карбышева. Однако его желание бесплатно выпить закончилось весьма неудачно. Схватив спиртной, он поспешил скорее удалиться из магазина, выбежал за дверь. Охранник побежал за ним, пытался остановить похитителя, но не смог, не догнал. Сотрудник магазина говорит, бежал мужчина настолько быстро, что у него лишь пятки сверкали. Работники торговой точки позвонили в полицию и передали приметы сбежавшего, после чего его и украденную бутылку обнаружили инспекторы ГИБДД на улице Камая. 30-летнего мужчину, уже успевшего распить похищенное, задержали и увезли в отдел полиции. Во дворе остались его собутыльники. Однако признаваться, что выпивали с ним украденный алкоголь, они не стали. Также отметили, что раньше он не воровал, а в этот раз, говорят, подтолкнули на нарушение закона семейные обстоятельства. Если в отношении подозреваемого возбудят уголовное дело по статье грабеж, чем и является открытое хищение чужого имущества, то ему будет грозить наказание вплоть до 4 лет реального лишения свободы. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.